Итоги уходящего четверга Специалисты санстанции мониторят общественный транспорт В первую очередь обрабатываю свое рабочее место Как сделать поездку безопасной? Недоброе утро, на шины и энергетиков не разъехались и на марке В чем причина аварии? Отправили в нокаут, бобруйские боксеры покорили международный турнир С ним было тяжело, потому что он сюда шел на меня, бросался Приходилось его встречать, было тяжело с ним Сколько медалей в копилке? Из трех золотых, которые сборная Белоруссии завоевала на этом турнире Две уехали к нам в воду А также новые права, экономная дома и ветреная пятница Тепло и солнце обещают синоптики и на предстоящие сутки Надолго ли? На перекрестке шины и энергетиков столкнулись два автомобиля ДТП произошло утром около восьми Volkswagen Passat двигался по шины со стороны улицы Минской При повороте на энергетиков Toyota врезалась в немца Обоим авто причинены механические повреждения Информации о пострадавших нет По факту аварии проводится проверка Обработка после каждого круга На контроле эпидемиологов, маршрутчики и таксисты Теперь в их аптечках должны быть не только бинты и йод В список добавились маски, перчатки и антисептики Какие еще меры должны соблюдать водители? Давайте посмотрим Утро четверга, конечного общественного транспорта на западном Сотрудники санстанции проверяют наличие средств индивидуальной защиты у водителей В этом им помогают инспекторы ГАИ Такие рейды мы проводим 2-3 раза в неделю И выходные дни в том числе По маршрутным такси Рейды мы делаем для того, чтобы еще раз напомнить водителям И юридическим лицам, что они должны выполнять санитарные правила Список невелик Иметь запас масок и перчаток на день, вовремя их менять Как можно чаще проветривать автомобиль После каждого рейса обработать салон десредством Остановка занимает буквально пару минут За это время водитель должен успеть обработать поручни, ручки дверей, подлокотники Слово, места, которых чаще всего касаются пассажиров И дальше в путь Отметки об обработке вносятся в специальный журнал Все строго контролируется Кроме того, после каждой смены водители чистят сидения, обивку салона и напольные коврики Прихожу в первую очередь, обрабатываю свое рабочее место А там в дальнейшем по времени в салоне, там, с вечера сменщик обрабатывает салон после сдачи, после мойки Бывают пассажиры садятся, ну там чихают, там кашляют, стараются, как бы говорить, маску одеваются Перчатки, маска, антисептик, пассажиров не кашляют Меняем у нас комплект масок После двух часов, двух-трех часов Меняем маску постоянно Соблюдать меры предосторожности специалисты рекомендуют и пассажирам Зайдя в общественный транспорт, надеть маску Лучше в комплекте с перчатками Победа над коронавирусом – общая цель Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бабруск, 360 В стране выписаны и выздоровели 81 501 пациент с коронавирусом Зафиксировано 90 380 человек с положительным результатом на COVID-19 В лаборатории провели 2 294 631 тест Минздрав призывает беречь пожилых Медики отмечают, люди в возрасте находятся в повышенной категории риска В период пандемии специалисты советуют бабушкам и дедушкам По возможности оставаться дома и пользоваться онлайн-услугами Кроме того, врачи призывают ограничить посещение пожилых родственников И тем самым уберечь их от распространения коронавируса К слову, в Минздраве разработаны новые рекомендации Об организации оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией Утвердена инструкция о порядке организации эпидемиологического расследования Случаев инфекции COVID-19 Медицинского наблюдения и оказания помощи контактам первого и второго уровней Бонусы для военных, права на автомат и безопасные каникулы ГАИ усилит контроль на дорогах На что сделают акцент Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Водительские права на автомобили с автоматом могут появиться в Беларуси Норма внесена в проект изменений в закон о дорожном движении Такое удостоверение будет иметь пометку только на автоматической трансмиссии Если его владелец сядет за руль машины с механикой, будет считаться, что у него нет прав В стране прорабатывают вопрос возможности предоставления военнослужащим срочной службы больше свободного времени Это значит, что солдаты будут чаще ходить в увольнение Также планируют повысить и размер денежного удовольствия срочников В 2021-м вдвое увеличат строительство электрифицированных домов Отопление, горячее водоснабжение, приготовление пищи Все через электричество Возможность самостоятельно регулировать температуру в квартирах Поможет сэкономить на коммуналке Добавит выгоду и ввод в эксплуатацию БЛАЭС Госавтоинспекция в преддверии осенних каникул проводит работу по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних Особое внимание использованию фликеров и правилам безопасной перевозки детей ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными при маневрах на внутридворовых территориях и на пешеходных переходах Третью ветку Минского метро запустят 7 ноября Зеленолужская растянется на 7 километров, а это 14 станций Четыре из них Ковальская Слобода, вокзальная площадь Францишка Богушевича и юбилейная площадь откроют первыми Стали очевидцем происшествия, бьетесь на решение на болевшие проблемы Есть эксклюзив Корреспонденты Бавруськ 360 готовы выехать на место событий прямо сейчас Телефон горячей линии на ваших экранах Баврусьские боксеры не перестают удивлять На этот раз покорен международный турнир в Минске В столицу Беларуси съехались молодежные сборные России, Узбекистана, Франции и Китая О нелегкой победе Максим Кембель Минск, Чижовка-арена В спорткомплексе проходит турнир среди молодежных сборных Сюда съехали спортсмены не старше 17 Статус чемпионата международный На ринге бойцы из России, Грузии, Узбекистана, Франции и Китая Для многих это первые соревнования после затянувшейся паузы В составе команды Беларуси два представителя Баврусьской школы бокса Александр Добнар и Владислав Смоловский В боксе 17-летний Влад Смоловский 7 В год своего первого серьезного юбилея парень сделал себе подарок Завоевал золото Минского турнира Спортсмен из Узбекистана противостоял нашему земляку в первом бою Без особой трудности в обручайном прошел финал И снова в ринге представитель Восточной Республики С ним было тяжело, потому что он сюда шел на меня, бросался Приходилось его встречать, было тяжело с ним Ну а за счет чего он тогда победил? Не знаю, за счет опыта, техники Ну а что тренер подсказывал? Говорил, чтобы типа встречал его, всегда крутил на ногах Чтобы не давал ему, чтобы он ко мне подходил близ Потому что он маленький, ему в ближнем бою надо работать Второй представитель Бобруиск, Александр Довнар, тоже вернулся домой с медалью высшей пробы Это большой успех, потому что из трех золотых, которые сборная Белоруссии завоевала на этом турнире, две уехали к нам в один Путь к успеху всегда тернист и непредсказуем Только через упорные тренировки, а иногда и боль Спортсмен поднимается на педестал Наши боксеры тому яркий пример Инвентарь, без которого трудно представить тренировку любого спортсмена Это боксерская груша Одним из наиболее сильных ударов является хук Многих бойцов он отправил на каут В турнире разыграли 14 комплектов наград Первое общекомандное место у сборной России Хозяева ринга, боксеры из Беларуси стали вторыми Для тренеров это генеральная репетиция предстоящего первенства Европы в Черногории До него остается всего месяц Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруиск, 360 Солнечные ванны, в город вернулось тепло Столбик термометра показывал плюс 15 К вечеру усилился прохладный ветер Надолго ли тренд Анастасия Шевцова В пятницу погоду в Беларуси будет диктовать теплый фронт, идущий со стороны Западной Европы Утром на территории страны сгустится туман Днем будет облачно с прояснениями Столбик термометра покажет до плюс 18 Ночью похолодает 7-13 градусов Ветер прогнозируется юго-западный до 9 метров в секунду Днем порывы достигнут 14 В некоторых районах до 18 Правила безопасности остаются неизменными В такую погоду лучше держаться подальше от неустойчивых конструкций и построек Мостов, эстакад и линий электропередач Землетрясение магнитудой почти 6 баллов произошло у берегов Чили Эпицентр располагался в 52 километрах к юго-западу от города Таль-Таль Сведения о пострадавших и разрушениях пока не поступало Все дело в том, что Чили располагается в так называемом огненном кольце Области по периметру Тихого океана, в которой расположено большинство действующих вулканов В результате землетрясения магнитудой 8,8 балла от цунами в 2010 году погибли 525 человек 26 пропали без вести Остров Крид засыпало градом Местами образовались целые сугробы Ненастная погода затронула крупнейшие города Ираклиан и Ханью Дороги покрыл густой слой града Рабочие пытались справиться с целыми глыбами льда О серьезных повреждениях не сообщается Завтра небо над Бобруйском затянут облака Осадки не ожидаются Ветер прогнозируется юго-западной 5-7 метров в секунду с порывами до 14 В светлое время суток воздух прогреется до 15 тепла Но учу термометр покажет плюс 10 Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Это все и события к этой минуте Следите за новостями в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»